Мужчины бывают различных форм и размеров. Не всегда получается найти футболку, которая будет отлично сидеть по размеру прямо с полки. Например, если вы как я, то вам всегда приходится идти на компромисс по некоторым моментам, потому что футболка не идеального размера. Особенно это касается воротника, плеч, потому что их сложно исправить. Но ширина рукавов, талии и длина футболки легко исправляются. Все, что потребуется, это швейная машинка и немного знаний о том, как это можно сделать в домашних условиях. Для начала, вот какие инструменты вам потребуются. Швейная машина, иголки, скрепки, мел или карандаш для ткани, линейка, ножницы. Начнем с ширины рукавов. Если вы не проводили все свое свободное время в зале, то для большинства мужчин рукава будут слишком большие. Мы начнем с рукавов не потому, что это просто, но потому что, если их исправить, футболка сразу выглядит намного лучше. Для начала, закрепите ткань под рукой, чтобы она слегка касалась вашего бицепса. Зафиксируйте скрепкой. Проделайте то же самое на втором рукаве. Снимите футболку и выверните ее наизнанку. Распрямите футболку. Возьмите карандаш и линейку. Проведите ровную линию от подмышки до защитной скрепки. Зафиксируйте ткань иголкой или двумя, чтобы она не двигалась и снимите защитную скрепку. Время шить. Подберите нитку под цвет футболки, чтобы ее не было видно. Нам нужен простой шов с расстоянием 2,5 мм. Далее установите ножку. Она поможет натягивать ткань, чтобы не образовывались волны. Положите футболку так, чтобы иголки смотрели от вас. Так их будет проще вытаскивать. После нескольких швов прошейте ткань в обратную сторону, чтобы закрепить шов. Далее сшейте по линии, убирая на пути иголки. После завершения сделайте несколько обратных швов. Сшейте по ровной линии. Не делайте зигзагов. Затем ножницами отрежьте лишнюю ткань, оставив небольшие поля. Затем выберите режим Overlock, чтобы сделать ровный край. Давайте исправим талию. Если у вас накачанный торс, то бывает так, что футболка выглядит мешковато в поясе. Для начала наденьте футболку и закрепите защитными скрепками ткань на таком расстоянии, чтобы вам нравился ваш силуэт. Проделайте то же самое со второй стороны. Затем положите футболку на ровную поверхность. Используя скрепки как направляющие маркеры, проведите линию от края футболки к подмышке. Далее замените безопасные скрепки на иголки. Время шить. Как и с рукавами, мы используем прямой шов с расстоянием два с половиной миллиметра. Сделайте несколько обратных швов, чтобы закрепить нить. И далее сшейте по линии. Сделайте несколько обратных швов в конце, все готово. Затем отрежьте лишнюю ткань, оставив небольшие поля. Затем, используя режим зигзаг или Overlock, прошейте края шва. Теперь исправим длину футболки. Частая проблема, особенно у невысоких ребят, футболка слишком длинная. В идеале, футболка должна быть на 5-7 сантиметров ниже пояса. Футболка не должна быть похожа на платье, но и слишком короткая, чтобы не светить вашим животом, когда вы поднимаете руки. Для начала измерьте, сколько вам надо убрать. Затем снимите футболку и положите на ровную поверхность. Уровняйте края, затем скрепите их иголкой. Затем отмерьте расстояние, которое вы хотите убрать, и нарисуйте линию на 2,5 сантиметра ниже, чтобы затем вы могли сделать ровный край. Используя ножницы, отрежьте ткань по линии, затем сложите край, чтобы сделать загиб шириной 1,25 сантиметра. Закрепите его иголками. Убедитесь в том, что иголки видно с внешней стороны футболки. Это пригодится потом. Если у футболки есть боковой шов, то выровняйте край по нему. Теперь время шить. В этот раз мы будем шить немного по-другому. Дело в том, что футболки сделаны из более тянущейся ткани, чем рубашки. Поэтому нам надо сделать так, чтобы наш край мог тянуться вместе с тканью. Для этого нам нужно заменить нашу иглу на двойную иглу и выставить режим прямого шва. Двойная игла делает зигзаг на задней стороне ткани, что позволяет ему тянуться. Выверните футболку. У вас должно получиться так, что зигзаг остался на внутренней части, а двойная строчка на внешней части футболки. Разместите футболку таким образом, чтобы левая игла была на расстоянии. Когда вы дойдете до края, то сделайте еще несколько обратных швов. Все готово. Поздравляю, теперь у вас есть идеальная футболка. А как же быть с джинсами? Не волнуйтесь, господа, у меня для вас есть вот это видео «Два простых способа укоротить ваши джинсы».